Всем привет! С вами снова Элина. И сегодня я с вами с удовольствием поделюсь о том, что же я привезла с Бали и расскажу вам, что же вам следует оттуда привезти, если вы вдруг туда собираетесь когда-то в будущем ехать. Давайте начнем! Вообще, когда я еду куда-то в путешествие, я всегда сейчас смотрю в интернете, что же оттуда следует привезти. Раньше я так не делала, но когда я подсела плотно на интернет, на ютуб, начала по отзывикам иногда лазить. В общем, поняла, что это полезная штука и можно действительно купить очень много хороших вещей, которые уже проверены другими людьми. Не делать ошибок. В первую очередь, всегда стараюсь привезти какую-то локал косметику. В общем, косметику с того места, где я нахожусь. С этого, пожалуй, я и начну. В том месте, где мы были, в городе Семиньяк, в аптеке продавалась фирма Утаму Спайс. Эту фирму я нашла также в интернете. Несколько девушек тоже очень ее рекомендовали. Эта фирма делает исключительно натуральную косметику и производит ее в городе Убуд. Мы в этом городе были, он недалеко был от нас, минутах в сорока из Динамопедии. Поэтому, конечно, приятно привезти что-то с отпуска, из того места, откуда вы были. И вот эта фирма именно оттуда и есть. Я купила вот такое вот масло для волос. Здесь масло лаванды, кокосовое, еще что-то, еще какое-то масло цветочное, потом еще ангустифолия. Короче, ангустиф. В общем, я не знаю, все тут на английском, кстати, написано. Вот в чем плюс, потому что в Таиланде я покупала. Никаких инструкций на английском не было. И, в общем, решила попробовать маску для волос. Единственное, что она довольно-таки сильно пахнет, потому что натуральное, масла, вот эти вот восточные, конечно, где-то себе знают. Но я думаю, на волосах так ощущаться не будет. Также из этой фирмы я взяла вот такую вот масочку, тему-тему, фейсмаск. Сухая маска для волос, ее нужно разводить. В общем, эта маска должна омолаживать, чистить вашу кожу, поры очищать и все такое прочее. Но когда я ее попробую, где-нибудь, возможно, в каком-то видео расскажу. Вдруг в каких-нибудь фаворитах, скажем, если мне оно очень понравится. Вот это масло было, кстати, самое дорогое из всего, что я за этой фирмы купила. Ну, на евро, это что-то евро там 7, наверное, с чем-то. Вот. Но для Бали это довольно-таки недешево, на самом деле. Это крем для тела, как я понимаю, с какао. И он был самый дорогой именно с какао. Остальные были подешевле. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что он востребованный, и большинство покупает именно его. Вот. И на сайте я тоже вычитала в отзыве, как, что действительно очень хороший. Все трещинки там убирает на коже. Смягчает очень хорошо тоже. Все на основе, кстати, сделано кокосовое масло. По-моему, практически везде оно присутствует в этой косметике. Вот. Пока что ничего из этой косметики я еще не апробировала, поэтому позже, как уже сказала, я вам где-нибудь расскажу. Также на Бали можно купить сделанное вручную натуральное мыло. Я купила два кусочка таких. Еще не знаю себе или в подарок кому-нибудь отдам. Такое вот мыло с корицей и с жасмином. На самом деле они ужасно пахучие. Не знаю, в хорошем или плохом смысле. На самом деле, такие запахи, конечно, приятные. Но когда это все в раз, где-то в одном месте у вас лежит, ароматов, конечно, там очень много разных. Такая смесь восточных ароматов. Вот. Но пахнут, на самом деле, каждая сама по себе очень приятно. Также везде есть кокосовое масло. И тоже очень приятный такой сувенир из Бали. Также я купила всеми разрекламированный шампунь лошадиной. Он называется Mane & Tail. Точнее, я купила не шампунь, а кондиционер, потому что я все-таки считаю, что основной эффект идет именно от кондиционеров. Вчера я уже один раз попробовала вымыть этим кондиционером волосы. Хочу сказать, что волосы очень сегодня мягкие, такие послушные, гладенькие, блестящие. Но я пользуюсь несколькими средствами, потому что у меня также профессиональный шампунь для волос. Также я маслом пользовалась, которое я купила на Бали. Поэтому, возможно, это все вкупе. Вот такой получился эффект. Но волосы очень действительно послушные. Единственное, что я их не укладывала никак, потому что пока мне не до укладок. Вот. Ну, хочу сказать, что это довольно-таки неплохой эффект, как мне кажется. Крайней мере, на один раз попробовать такой кондиционер очень интересно. Также купила такие вот полосочки на нос. Патчи, как сейчас модно про все штуки говорить, которые вы клеите себе на тело и на лицо. И, значит, они идут с запахом вишни цветов. И они идут с рисунком. Но здесь всего их три штучки. Этих полосочки, которые вы клеите на нос. Я одну уже сегодня использовала. Эффект очень хороший. Несмотря на то, что я каждый день чаю кожу, оказывается, у меня было довольно-таки много забитых пор. И они все вылезли. И это очень круто. Но всего три штуки, поэтому ненадолго хватит. Но очень красивые такие, знаете, полосочки. И при этом они еще аромат создают, пока вы на носу их носите. Очень приятно. Также, конечно, не обошлось без кокосового масла. Хотя, на самом деле, я не скажу, что прям планировала его покупать, потому что в Голландии его тоже продают. Но по-вашему, кстати, девочке, комментарии. Все-таки решила еще раз попробовать купить кокосовое масло. Вот такая вот баночка не сильно большая. Потому что все-таки здесь, наверное, продают у нас какую-то помесь. А если оно абсолютно стопроцентно чистое, то, скорее всего, оно уже будет стоить дороже. Вот. Поэтому все-таки решила натурально прямо попробовать 100% Virgin. Да, кокосовое масло. Один раз тоже, кстати, я вчера делала масочку уже с ним перед мытьем головы. Может быть, и от него эффект хороший. Не знаю, даже теперь от чего, потому что столько всего я на волосы себе мажу. Вот такие вот купила себе трусики. Купила совершенно случайно. Просто увидела на кассе их. Здесь, даже еще не открывала их, написано I love poly. И здесь вот такой вот красивый рисуночек. Что-то, кстати, у нас ананас, фламинго. Тянутся такие они мягенькие, очень приятные. Вот. Трусяшки. Тоже неплохой сувенир. Стоили они тоже где-то 7 евро. Тут патчи на прыщики, которые действительно магически на них действуют. Купила я вот из такой вот серии несколько штучек. Они для женщин, так сказать, для леди, не для тинейджеров. Потом вот такая вот из другой серии на ночь. Такие вот патчики. У них даже можно дольше держать, чем 8 часов. Которые первые только 8 часов можно держать на коже. Вот такие вот в форме звездочек и сердечек. Ну и еще одни такие вот для леди. В общем, тут их довольно-таки много, поэтому, надеюсь, надолго хватит. Также, я думаю, обязательно в фаворитах своих я вам расскажу чуть-то подробнее об этих штучках. Вдруг кто еще не слышал они. Накупила кучу масок для лица. Вот такая вот маска с экстрактом улиточной слизи, наверное. Вот столько вот их я купила довольно-таки много, потому что они мне понравились. Также здесь есть коллаген, что очень немаловажно. Из другой серии взяла вот такую вот масочку. Вообще, кстати, эти маски, они не из Индонезии. По-моему, они или корейские, или тайские. Вот, и еще взяла, сколько тут, три штучки, вот такие вот масочки. Тоже попробовать с коллагеном мне посоветовала их девушка. Очень сильно продущится, поэтому тоже взяла. И один такой вот взяла кремчик для лица. Как раз у меня один мой натуральный заканчивается. Он также сделан в Индонезии. И здесь очень много всего, от чего он должен помогать. Не знаю, как это будет по факту. И самое главное, чтобы бороться с морщинами, потому что для меня это как-то, знаете, тема стала актуальна, потому что я и загораю частенько, и, не знаю, видимо, хмурю сейчас, то у меня начали очень проявляться морщины в ногу. Поэтому очень эта тема актуальна. Здесь есть экстракт чего-то, то, что дорисовано на упаковке. Я не знаю, что это. Думаю, что в дальнейшем тоже поподробнее расскажу об этом креме в своих видео. Еще, кстати, одна масочка вот такая вот у меня есть, с гиалуроновой кислотой. Не показала вам с остальными масками. Для волос я накупила тоже всяких штучек. Вот такие. Вот там популярный Ellipse, помню, эта фирма называется. Я уже две попробовала. Это капсулки, которые вы надрезаете, открываете, и за один раз наносится на волосы. Она не сильно жирнит волосы, хотя, может быть, чуть-чуть, наверное, все-таки есть, конечно, жирноватость. Вот здесь куча разных витаминов. А, С, Е, провитамин В5, алоэ вера, марокканское масло. В общем, здесь везде разные составы, ну, примерно такие подобные. Вот, очень удобно использовать. Даже, мне кажется, эту капсулу можно растянуть на несколько раз, но я решила за раз, да, одной использовать. Вот такая вот масочка для волос, взяла восстанавливающая. Тоже от фирмы этой же Ellipse. Такие вот три масочки XL Professional. Не знаю, хорошие ли нет, это я чисто брала уже сама по себе. Не слышала о них отзывы, и они были очень недорогие, поэтому решила попробовать. Конечно же, нужно привозить в Али кофе. Это обычный кофе, точнее, не обычный, потому что это джинджер кофе. Как-то по-русски джинджер. Имбирный кофе, вот, называется. И что мне тоже понравилась, такая вот коробочка, красивая, в таком национально-балийском стиле. Вот этот кофе вообще просто огонь. Если я правильно поняла, тоже я еще не читала о нем, почитаю обязательно в интернете, вам, может, где-то расскажу. Лувак кофе, он такой, является прям достопримечательностью местной. Вот такой вот зверек, который здесь нарисован, он это кофе кушает, и потом, соответственно, он его другими путями выводит. Вот, видимо, вот таким образом появляется это кофе. Тоже взяла попробовать, хотела родителям купить. Они говорят, не надо нам какие-то непонятные какое-то кофе, непонятно, откуда оно было сделано. Я ее, в общем, купила только себе. Попробовать тоже расскажу вам. Конечно же, надо привозить календари всегда. Я календаря, если честно, не пользуюсь, обычно их привожу родителям. Единственное, что календари на Бали начинаются с воскресенья, ну, а родители у меня привыкшие, потому что я с Рубы раньше календари привозила, и там они тоже с воскресенья начинаются. Тоже красивые картинки. Даже если вы не пользуетесь календарем, можно просто вот повесить там на работе, в кабинете, где-то, не знаю, красивые пейзажи с храмами, с национальными костюмами, с девушками, с пейзажами, пальмами. В общем, очень красивый подарок, замечательный, я думаю, будет и для себя, и для других. И стоит он недорого, что-то 52 рупия. В общем, это где-то 3,50 евро. Ну и, пожалуй, самая дорогая моя покупка, которая сделала на Бали, это вот такой вот блеск от Lip Addict. Я купила его у нас в SPA Ice Skin New York. Фирма, насколько я понимаю. Он 100% натуральный, и он увеличивает губы, и так действительно губы выглядят более объемными. Здесь тоже, по-моему, есть коллаген в нем. В общем-то, один из лучших, пожалуй, увеличивающих блесков, которые я когда-либо пробовала. Но тоже стоит денег. Ну, опять же, натуральный продукт, хороший, качественный, наверное, он таких денег стоит. По крайней мере, на один раз попробовали, очень приятно. Я им практически весь отдых с собой пропользовалась, больше ничем и не пользовалась. Очень мне понравился. Он очень приятно пахнет, мяткой, такой элементолом, я не знаю. Они просто обалденно, очень освежают на отдыхе, в жару, знаете, приятно. Также, конечно же, можно купить магнитики, хотя сейчас, мне кажется, они становятся менее актуальными. Но, тем не менее, по привычке несколько привожу их в подарок. Такие вот разного рода магнитики. Покажу вам их тоже поближе. Когда мы были в одном из храмов, там девушка продавала вот такие вот цветочки, которые там натуральные растут. И, в общем-то, я не собиралась их покупать, хотя они, там, по-моему, по доллару, что ли, стоили. Вот. И мой муж заставил меня их купить, причем у него не было сдачи, и я их взяла 5 или 6 штук. В общем, таких вот цветов разных расцветок. Возможно, тоже кому-нибудь, не знаю, девочкам подарю. Вот. Тоже на сувениры, кстати, удобная вещь. Потом, только сейчас вспомнила, что я купила нам домой вот такую вот доску для серфа. В общем, тоже вам ее покажу, как она стоит красиво. Потому что я считаю, что все, конечно, масла, кофе и там проще, косметика, это все круто. Но все-таки нужно что-то, чтобы оставалось, потому что еда, косметика и так далее, она у вас рано или поздно закончится. В ее выбресте никакой памяти не останется. А какой-то сувенирчик, который у вас будет стоять на полочке и вам напоминать, он у вас будет, в принципе, на долгие годы. Единственное, что я купила из одежды, на мое большое удивление, это такая кофта. Я вам уже показывала ее в своих влогах. Я не буду сейчас ее вам так показывать, покажу ее на себе. Как она на мне смотрится, эта кофта тоже была вручную доделана. Это обычная стандартная кофточка из Hard Rock Cafe. И они уже сами там их по-разному разрезают, разными узорами. Получаются очень такие красивые, необычные в стиле Hard Rock кофты и топики и так далее и тому подобное. Вообще говоря об одежде на Бали и о шопинге, я хочу сказать, что там не все так плохо. В интернете я прочитала, что шопинг там на куще в плане одежды. Ну, мне не стало на этом запариваться. Но, если честно, когда мы путешествовали на скутере, да, где-то везде я видела какие-то магазинчики симпатичной одежды. Единственное, что... Очень много, наверное, недорогого ширпотреба, не знаю, не спрашивала даже цены. Но все, что мне нравилось было от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов. Поэтому, к сожалению, ничего как-то я в этот раз и не приобрела. Вот. Поэтому все, что там красивое действительно, какое-то расшитое, вечернее, это стоит хороших денег. Да. И много такой одежды casual, которую можно купить везде. Поэтому вот я не стала запариваться в этом плане. Но одежда, в общем-то, есть. Теперь я перейду не к тому, что я купила, а к тому, что я либо взяла, либо мне дали или подарили. И это, кстати, может быть тоже неплохой идеей для подарков. Бетти. Нехи. Вот. Во-первых, когда мы были в самолете, нам давали вот такие вот косметички. Я вам в своих влогах показывала. Вообще, когда вы едете в бизнес-классе, всегда положено, чтобы вам давали косметичку. И там лежат всякого рода вещи, которые вам в самолете могут понадобиться. До этого мы летали компанией KLM. У них Victor Ralph фирма, с которой они сотрудничают и косметички этой фирмы. Здесь же Armani. Мы летели компанией, кстати, Qatar Airlines, кому интересно. Вот. И поскольку у нас было туда два полета и обратно два полета, и каждому из нас давали эти каждый раз косметички, у меня теперь их 8 штук. Поэтому я теперь думаю, кому бы их подарить. И в этих косметичках, в каждой, женская. Значит, здесь лежит вот такой вот C-крем для тела. Вот такая вот версия туалетной воды, тоже C. И, кстати, очень приятный запах, мне очень нравится, такой довольно-таки дорогой, как я называю. И Rituals бальзам для губ. Ну и помимо этого всякие носки, маски, затычки для ушей и прочее. Я даже их брать не стала. Вот. А в мужской косметичке лежит Джио, по-моему, называется тоже от Джорджи Армани, туалетная водичка. И также, по-моему, крем для тела или для душа, вообще что-то такое. В общем, очень круто. И это замечательные подарки, мне кажется, могут быть, знаете, если покупать в магазине. Может быть спокойно, даже за крем только евро, там, не знаю, 15-20 отдадите. Поэтому очень, конечно, классно. Но понятно, что за бизнес-класс тоже приходится платить. Также в самолете нам дали вот такую вот пижамку. Тоже каждому по пижаме здесь написано про бизнес-класс. Такой пакетик внутри пижамы. Если честно, даже еще ничего не открывала. Наверное, я вам ее покажу. Далее. Халява отельная. В отеле, наверное, очень многие берут всегда всякие шампуни, кондиционеры. В этом отеле также у меня была умывалка для лица, мыло. В общем, такого рода вещи, которые практически во многих отелях есть. Помимо этого у нас очень было много всего. И зубные щетки каждый день нам новые давали. И мочалка там даже была. А, нитки с иголками. Даже для снятия макияжа каждый вечер мне приносили такие ваточки смоченные. Уже какую-то специальную жидкость для снятия макияжа и прочее. В общем, в этом отеле, конечно, очень много всего дополнительно отдается. Но такие вещи я не стала брать, потому что мы часто в этих отелях останавливаемся, в этой сети. И я уже как-то насытилась одной и той же косметикой из этого отеля. Поэтому всякие шампуни я даже брать уже не стала. И при том, что они довольно-таки тяжелые. Вот. Но также у них есть спа, в котором мы несколько раз были. И у нас в номере также прилагалось вот от этого спа несколько штучек. Я взяла две такие. Это, как я понимаю, с розой пена для ванны. И такой вот шоколадный искраб для тела. Я еще ничего не пробовала. Но они, кстати, там стоят довольно-таки хороших, таких немалых денег, если их там покупать. Но я их взяла просто с номера. Также от этого спа идет, по-моему, вот такая вот сумочка пляжная. Тоже, насколько я понимаю, она бесплатная, надеюсь. Но вроде как ее не было в счету у нас. Для загара крем. Его взял мой муж, потому что я им не так часто пользуюсь, в общем-то. Но раз дают, типа, надо брать. Короче, он учится у меня, знаете, как быть русским. Из средств гигиены я взяла только листерин. Нам тоже каждый день почти приносили новый. Я не так часто пользуюсь вот этими штучками всякими для умывания. Но, если честно, мне это очень удобно. Когда с утра, еще не успев почистить зубы, я бегу гулять с собачкой, чтобы она быстро все свои дела сделала. Можно быстренько рот прополоскать и идти со свежим дыханием гулять. Очень удобно. Такой вот пакетик со скрабом для ванной. Тоже стащила. Очень, знаете, оригинально. Первый раз я взяла из отеля кофе. Потому что кофе здесь индонезийский. Насколько я понимаю, он в порошке здесь. И кофе и чай у нас в номере были бесплатные. Поэтому я думаю, что это не воровство. А просто я взяла себе на память как сувенирчик. Поэтому, в общем-то, тоже, знаете, может быть таким сувениром для кого-то, например. Или себе на память. Да, кушать и вспоминать. Ну и еще одна такая вещь, которую не так давно начала тоже привозить с отелей. Возможно, кто же так делает или нет. Когда вы заказываете руб-сервис, вам приносят всякого рода джемы, как правило. И, как правило, эти джемы, они производятся или в той стране, где вы находитесь, или где-то там около этой страны. Вот. Я взяла с собой джем из манго. Тоже, на самом деле, тут написано прям в Али. И, знаете, очень так приятно потом кушать и вспоминать. Взяла вот такой вот сладкий чили соус из Австралии. И две штучки вот таких вот меда. Потому что у меня как раз закончился мед. И я думаю, что балийский мед будет очень даже приятно кушать, когда я буду уже дома. И также, мне кажется, это может быть такими маленькими сувенирчиками для друзей и родственников. Не знаю. Вот. Поэтому я очень много всякой мелочи набрала. И, на самом деле, не так уж много денег ушло на эти сувениры. И все там довольно-таки дешево, как мне кажется. По крайней мере, на европейские деньги. Ну, в общем, балий мне в целом понравился. Там очень много чего можно приобрести. Шопинг очень классный. Поэтому я в восторге сейчас каждый день что-то новенькое пробую из этого всего. И напишите, что вам из этого больше всего понравилось, показалось интересно. Может быть, что-то вы уже из этого пробовали. Да. Кстати, я думаю, что многие товары есть в интернете где-то. Сейчас очень модно открывать магазины со всякими восточными штучками. Поэтому я думаю, что даже и в интернете вы можете вещи заказать, если кому-то что-то приглянулось. Вот. Так что я вернулась, ребята. Снова с вами буду снимать новое видео. Если у вас какие-то есть идейки для видео, пишите. Хотя у меня сейчас уже много всяких идей разных для видео. Но, тем не менее, всегда приятно слышать ваш отзыв. А у меня к вам еще один совет, как стать более счастливым, потому что я вам давно их не давала. А совет будет очень короткий, потому что я стесняюсь его раскрывать. Он называется так. Занимайтесь любовью, а не войной. Вот. И будьте более счастливым человеком. Ну, а с вами была Элина. Мы увидимся с вами в следующем видео. Всех люблю. Целую. Пока-пока-пока.